Здравствуйте, дорогие друзья! На календаре у нас 21 апреля. Вот как-то незаметно прошел уже практически месяц того времени, как мы начали активно проводить вебинары. Собственно, портал Prean.ru проводил их и раньше, но сейчас это просто стало некое такое уж, может быть, не самое удачное сравнение нашей внутренней информационной пандемии. Мы заразились этими вебинарами, и наши коллеги тоже активно начали проводить эти вебинары. Это очень здорово, потому что это сейчас то время, когда информации много не бывает, потому что очень важно знать и, что называется, держать руку на пульсе. Если мы говорим об основных целях покупателей недвижимости, кто-то покупает для переезда, кто-то покупает с инвестиционной точки зрения, для того, чтобы заработать, кто-то покупает для себя. Но вот, наверное, для инвесторов сейчас наиболее такое напряженное время. Вроде говорят, что рынки встали, а при этом на это утверждение наслаивается другое, что любой кризис – это возможность. Вот сейчас мы все пытаемся понять, а вот сейчас она или она через неделю будет, или через месяц, или она была уже неделю назад. Именно поэтому наши вебинары, которые мы проводим, они нацелены именно ставить с собой задачу, дать именно ответ на этот вопрос. А что может являться аргументом для каждого из вас? Ну, тут возможности есть самые разные. Например, некоторые мои коллеги считают, что главную информацию даст сайт под названием Lancet. И они, безусловно, правы. Как только... Это крупный медицинский портал. Как только станет понятно с медицинской точки зрения, что же происходит и будет происходить в мире, так вот, сразу же после этого можно будет примерно понимать, а что же будет с рынками. Ну что ж, мы проводим сегодня очередной вебинар-марафон. В течение ближайших трех часов шесть экспертов из шести разных стран поделятся с нами своим видением происходящего, своими прогнозами, своими идеями. Я сразу сейчас покажу список наших участников. Начнем мы беседовать буквально через несколько минут с моим коллегой из Финляндии. Это Игорь Титов, операционный директор компании Fintagra Property. Игорь, здравствуйте. Слышно, видно хорошо? Здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, все участники вебинара. Очень хорошо слышно. Отлично. Ну а потом через полчаса перенесемся в Таиланд, через час в Болгарию, а затем Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Италия. Вот такой у нас план на сегодняшний день. Чат работает, задавайте вопросы. В течение трех дней по завершении вебинара все его видео, итоги и тексты будут опубликованы на Prean.ru, и все участники нашего вебинара, все те, кто были на него зарегистрированы, получат, соответственно, ссылку с подробной информацией о том, как все было, коли вы что-то пропустите. Ну что ж, Игорь, давайте традиционно вместо разговоров о погоде, ну, сейчас важно говорить, а что происходит у вас за окном с точки зрения активной жизни. Что происходит сейчас в Финляндии? Если я правильно понимаю, вы находитесь в Хельсинки. Да, все верно, Филипп, я общаюсь с вами из Хельсинки, столицы, финской столицы. Несмотря на небольшие расстояния между нашими городами, отличия все-таки у нас есть и достаточно значительные, как с Санкт-Петербургом, Москвой, так и с Стокгольмом, Таллином и прочими городами европейскими. Отличия заключаются в том, что Финляндия, как всегда, она достаточно изолирована, она очень стабильно принимает взвешенные, пусть медленно, но взвешенные решения, которые, разумеется, сразу же сказываются на всей активности. Взвешенные решения заключаются в чем? В том, что даже режим самоизоляции здесь, он в промежуточной форме находится, то есть промежуточной между крайними мерами самоизоляции Италии, Испании, России и минимальной степени самоизоляции Швеции, где до сих пор открыты рестораны, кафе и прочие общественные места, продолжают заниматься люди спортом активно, турниры организуются и так далее. В Финляндии до сих пор, соответственно, открыты торговые центры, никаким образом не ограничено перемещение граждан внутри города, внутри страны. Некоторое время, лишь две недели действовали ограничения по перемещению граждан из столичного региона Финляндии в другие регионы с тем, чтобы снизить возможность заражения населения остальной Финляндии, поскольку эпицентры все-таки, как и в других странах, он находился в столичном регионе, так называемом регионе Уусима. Но вот на прошлой неделе, даже ранняя графика, эти ограничения были сняты, и эти ограничения как для обычных граждан, так и, разумеется, в общем-то, они влияли, пусть и косвенно, но на бизнес. Поэтому сейчас можно сказать, что Финляндия сохраняет вот эти сдержанные режимы ограничений, но, тем не менее, потихонечку, шаг за шагом все-таки движется к снятию ограничений. В частности, вот вчера, буквально 14 часов назад, ну, вчера вечером объявили о том, что на этой неделе, вполне возможно, что завтра даже объявят о новых решениях, которые могут в той или иной степени изменить ранее принятые решения по ограничениям. Напомню, что в настоящий момент в Финляндии введены ограничения до 13 мая, при этом введены ограничения по деятельности ресторанов и кафе до конца мая. То есть, соответственно, не исключаю, что часть ограничений может даже ранее времени быть снята. И очень на это надеемся. Хорошо. Если мы говорим о рынке недвижимости, если мы говорим о работе агентств, о возможности проведения сделок, ну, по крайней мере, формально, что можно сейчас сделать в Финляндии и что нельзя? Можно сказать так, что сделки до сих пор реализуются, поскольку Финляндия очень развитая страна с высокой степенью дигитализации. Сейчас есть возможность оформления сделок даже электронным путем, то есть даже когда здесь просто право собственности и основным документом на право собственности на квартиру являются акции, когда акции передаются даже электронным способом. Это по части сделок может быть реализовано. По части сделок, конечно, это невозможно сделать, поскольку акции старых домов, то есть, соответственно, там требуется в любом случае получение их банки, но, тем не менее, верификация сделки, возможно, уже удаленно с использования банковских кодов. Соответственно, презентация объектов, возможно, тоже виртуальная. И многие презентации именно таким образом проходят, либо презентации проходят в индивидуальном порядке. Для Финляндии характерна, скажем так, презентация объектов, когда на нее приходят порой даже десятки людей. То есть вот такой вот высокий интерес вызывают здесь новые объекты. Игорь, вы говорите сейчас, ну, Финляндия – это, собственно, два рынка, да? Это рынок недвижимости Хельсинки и рынок недвижимости всей остальной Финляндии. В какой степени вот сказанная вами и тот интерес, и та живость относится в данный момент к недвижимости Хельсинки или все-таки в других местах? О чем мы рассуждали? Разумеется, все верно. То есть есть два рынка. Есть столичный регион, есть Финляндия. Это отражается как в цифрах, я имею в виду стоимости недвижимости, прироста стоимости недвижимости, так и той активности, которая сейчас проявляется на рынке. Хотя я не говорю, что сейчас активность сохранилась на прежнем уровне. Разумеется, она спала, потому что многие люди, конечно, не могут принимать решения, не увидя своими глазами эти объекты. Но оперируя данными первого квартала текущего года по уже совершенным сделкам, можно с уверенностью сказать, что вот сейчас буквально цифры передо мной, что, соответственно, в первом квартале этого года объем продаж вырос на 4%, а рост продаж в новостройках на 24%. Разумеется, это основа, конечно, январь-февраль. Январь-февраль, да. Да, в март месяц, конечно, тоже там еще не действовали столь жесткие ограничения, поэтому стоит ожидать, наверное, в апреле все-таки снижения данных показателей. Но, тем не менее, даже вот влияние марта, когда оно уже чувствовалось здесь, потому что уже ограничивались, часть ограничений вводилась уже с середины марта, а это не сказалось. Поэтому можно так сказать, что касается влияния, то есть на данный момент никакой истерии на рынке недвижимости ее нет, падение цен на недвижимость не зафиксировано никакого, но, тем не менее, часть, конечно, покупателей потенциальных или продавцов, она занимает такую выжидательную позицию, потому что дожидается того, как долго этот кризис все-таки продлится. Многие исходят из того, что он будет все-таки непродолжительным, но сказать наверняка, наверное, сейчас не может никто. В какой степени то, что вы сказали, можно связать с тем фактом, что рынок недвижимости в Финляндии, он по большей степени внутренний, и доля иностранцев среди покупателей и продавцов в Финляндии, ну, это по сути 1%, иногда 2%. Ну, это такой есть, можно сказать, даже стереотип, да, небольшой, может быть, он сформирован, конечно, базой предыдущих лет, но надо сказать, что финский рынок, он последние годы очень привлекательный был для иностранных инвесторов. Иностранных инвесторов как институциональных, то есть это крупных инвестиционных компаний, которые, соответственно, здесь покупали коммерческую недвижимость, достаточно дорогую коммерческую недвижимость, то есть это и торговые центры, и офисы головных финских компаний, крупных промышленных предприятий. Но кроме этого, мы по своей деятельности, поскольку у нас специализация как раз на инвестиционной недвижимости, то есть мы несколько отличаемся от того, что делалось на финском рынке, скажем, 5 или 10 лет назад, когда россияне скупали недвижимость для дачи или для личного использования в приграничной территории Финляндии. Наша специализация все-таки это столичный регион, в основном столичный регион, и, соответственно, покупка в инвестиционных целях. Вот мы уже несколько лет это направление очень активно развиваем, и оно продолжает развиваться. Разумеется, нынешний кризис оказал, разумеется, влияние, поскольку наши клиенты, часть наших клиентов, новых клиентов просто элементарно не может приехать к нам для того, чтобы уже воочию увидеть какие-то объекты, воочию с нами познакомиться, да. Но те клиенты, которые с нами работают, и работают уже не первый год, они, надо сказать, что и в текущих условиях продолжают рассматривать предложения, и мы до сих пор завершаем их сделками. Окей, если мы говорим о предложениях, давайте конкретнее тогда уже говорить, если мы говорим о предложениях, которые есть сейчас. Вот, например, популярные, наверное, самые популярные сейчас в Финляндии предложения это новостройки в Хельсинки. Так точно. Да. Что меняется сейчас, и что может размениться? Потому что я, если позволите, буквально процитирую одна из новостей, которая совсем недавно агентство Bitcoin.com сообщает, что жители северных стран, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, они привыкли к низким процентным ставкам и постоянно растущим ценам на недвижимость. Но вот сейчас пошли первые колебания. Правда, по Финляндии написано, цены сильно просели в большинстве регионов, вот так звучит фраза, а цифры по Дании, скажем, там минус полтора процента, в Норвегии минус 1,4. Цифра, понятное дело, совершенно мизерная, и по Финляндии никакой конкретики нет, но все-таки, то, как ведут себя застройщики и как они могут себя вести, потому что, ну, как ни крути, охлаждение некое происходит просто за счет стагнации. Ну, вот статьи вот подобного рода, их сложно, конечно, комментировать, потому что я, конечно, в своей работе постоянно сталкиваюсь, конечно, со статистикой, сталкиваюсь и беру статистику с официальных источников, наиболее крупных, вот, и могу сказать, что подобных цифр не наблюдается, то есть вот по прошлому году, как я уже говорил, к примеру, в новостройках объем продаж вырос на 20%, простая цифра. Далее, рост цен в новостройках составил 5,5%, то есть это значит, что... Вы говорите, Игорь, вы говорите про Хельсинки сейчас. Да, да, это про Хельсинки, про Хельсинки, потому что вся остальная Финляндия, разумеется, графики вот тоже мог бы показать, сейчас, к сожалению, нет возможности, вся Финляндия в последние 10 лет практически уровень цен находится на одном и том же уровне. То есть если рост наблюдался, то он наблюдался примерно в районе 1% ежегодно. При этом в столичном регионе этот рост ежегодно с 2010 года составлял порядка 3-3,5%. Как видите, в прошлом году он был даже чуть выше, чем обычно, то есть в новостройках, в частности, он был 5,5%. То есть можно так сказать, что Хельсинки является драйвером роста рынка недвижимости Финляндии. Но это, в общем-то, с одной стороны, логично, потому что Хельсинки, но я имею в виду столичный регион Финляндии, он отвечает за 40% ВВП, здесь проживает 35% населения Финляндии. Соответственно, основные перспективы развития, они тоже видятся именно здесь. Есть, конечно, и другие города, точки роста, которые к 2040 году, согласно прогнозам финских экспертов, будут продолжать развиваться. Такие города, как Турку, Тампере, в какой-то степени немножко Оул, хотя сейчас там просадка наблюдается. Но, тем не менее, в своей работе я рекомендую инвесторам, если у них нет личных каких-то предпочтений, таких особых, связанных с их видом деятельности, все-таки принимать такие достаточно взвешенные решения и оставаться в столичном регионе, где риски, они, можно сказать, и отсутствуют за счет стабильности финского рынка. На ваш взгляд, даже вот история, связанная с естественным объемом продаж, снижением объема продаж, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, никак стабильность рынка Хельсинки не пошатнет. И означает ли это то, что сейчас, в общем, ждать милости от природы, если под природой подразумевать застройщиков и наиболее серьезные проекты в рамках Большого Хельсинки, абсолютно бессмысленно? Я, вот несколько вещей, наверное, да, Филипп, если позволите, обращу внимание, может быть, что-то даже вернусь вот к той новости, которую вы прочитали. То есть есть много факторов, которые могут оказать влияние на рынок в будущем, да. Первое – это, соответственно, объемы застройки. Они, разумеется, будут сокращаться. Разумеется. В том числе сокращаться за счет того, что база предыдущих лет, 2017, 2018, 2019, была очень высока. Очень высока. Прямо исключительно высока, даже в такой далекой исторической перспективе. Вот. Кроме этого, вы упомянули ставку Еврибор, которая может тоже измениться. Есть такая возможность, то есть сейчас мы уже наблюдаем, что она немножко, скажем, возрастает, да, то есть сейчас она находится в минусовом до сих пор значении, то есть минус 0,1, вот, приближается уже к нулю. То есть это некоторых, конечно, покупателей, некоторых инвесторов чуть-чуть нервирует. Это, конечно, удивительно слышать россиянам, которые привыкли и сейчас радуются по поводу того, что ипотечные кредиты можно будет получать по 6,5%, когда здесь, в Финляндии, в настоящее время наши клиенты пользуются ипотечными кредитами под 0,7%, 0,9%. Поэтому вот изменение этой ставки Еврибор, оно, конечно, для финских покупателей, оно может стать каким-то таким вот фактором, чтобы переждать, да, вот эту полну кризиса, но оно явно не будет оказывать решающего влияния вот на наших клиентов и, в принципе, на рынок. Третье, что еще можно сказать, что по поводу рынка, да, то есть какое влияние можно ожидать? Скорее всего, можно будет ожидать, в первую очередь, конечно, от того, что срок продаж объектов, он будет увеличиваться, потому что люди будут дольше размышлять, дольше думать в связи даже с личным экономическим положением, поскольку никто сейчас не гарантирован от того, что либо а, он не лишится работы, либо б, он не будет отправлен в вынужденный отпуск, то есть в настоящий момент, к примеру, на настоящее время в Штатах, если 23 миллиона безработных новых, в Финляндии 14 тысяч, но это не значит, что это предел, то есть их может стать больше. Отправлено вынужденный отпуск 110 тысяч человек. Тут нужно поправку тоже сделать, потому что для многих слушателей, потому что особенность все-таки финской системы социального обеспечения такова, что это не значит, что люди остались без заработной платы, доходов, и, соответственно, пополнили группу, скажем так, людей с низкими доходами, это люди будут получать пособия, которые будут составлять порядка 70% от их заработной платы. То есть, соответственно, здесь я почему-то уже эти цифры называю, потому что в какой-то степени вот эти финны, которые могут лишиться работы, они в том числе наши клиенты, поскольку мы покупаем объекты в инвестиционных целях, и многие из этих финнов, они являются нашими клиентами по аренде квартир, наших инвестиционных квартир. Вот, могу тоже сказать, что на данный момент у нас количество обращений было, наверное, процентов 5 от общего количества арендаторов, которые либо просили, скажем так, изменить график платежей, то есть чтобы платеж был не один раз в месяц, а два раза в месяц, либо дать отсрочку. О сокращении стоимости аренды не попросил никто, потому что в Финляндии это не принято. То есть, и, соответственно, принято рассчитывать на свои средства, в случае, если у тебя нет такой возможности, то, соответственно, ты имеешь возможность обратиться в социальные службы для получения различных пособий. Поэтому... Смотрите, но вы опять же говорите в основном о тенденциях, которые в значительной степени определяют центральный регион, просто вы в нем работаете. Если мы говорим об интересе россиян и в значительной степени моих земляков, петербуржцев, он часто был сосредоточен в регионе Южная Сава, да, там знаменитые Лапинранта с ее Пулково-3 аэропортом, да, с знаменитой, ну, Иматра, да, и вот все эти регионы, регион Котки в какой-то степени. Вот Хельсинки в последнее время рос в цене, остальные регионы просаживались. Плюс вот у нас был материал, мы публиковали, в общем, как у нас, он был опубликован в финских СМИ, мы воспользовались работой наших коллег, сделали, провели тоже свое исследование, с ними связались, пообщались, что финны начинают охладевать к небольшим домикам, к дачам, да, то, что называется в нашей терминологии. С Хельсинки история более-менее понятна, потому что, ну, спрос относительно велик и жизнь вся там, да, и она, в общем, в Финляндии не замерла. А можно ли ожидать чего-то перспективного и приятного в регионах, скажем, ближайших российской границы или, наоборот, там, за полярным кругом? Здесь я бы, наверное, ожидал того, что, как вы правильно сказали, то есть многие россияне еще лет 10 назад, они покупали недвижимость активно в приграничной зоне. Соответственно, здесь можно что ожидать, что, разумеется, будет продолжаться падение цены в этом регионе, поскольку часть из этих собственников жилья, она, скорее всего, может столкнуться в том числе с экономическими сложностями, такими, как содержание даже этих домов, в связи с тем, что у них изменилась ситуация на территории России. Мы уже наблюдали подобную волну, когда некоторые россияне после кризиса 2014 года активно пытались продавать свою недвижимость в Финляндии, потому что многие из этих объектов, они были куплены в кредит. Соответственно, некоторые из этих покупателей либо не смогли обслуживать кредит в связи с изменившейся собственной экономической обстановкой, либо, может быть, изменились у них тоже предпочтения, и они сместились в другом направлении. А сами финны, вот ваш прогноз, все-таки говорят, что есть сейчас некая тенденция, ну, насколько можно себе позволить, граждане Финляндии переезжают в крупные города. Не получится ли сейчас ситуация, когда, ну, с одной стороны, возможности будут несколько ниже, но все равно соблазн и магнит вот этих крупных городов окажутся сильнее любых временных финансовых неурядиц и просто, ну, будут в каком-то смысле пустеть или появляться выгодные предложения в тех же карликовых городах на окраине страны? Филипп, эта тенденция, она началась уже достаточно давно, и она будет, разумеется, продолжаться. То есть малые населенные пункты, они будут опустевать. Вот, то есть, соответственно, финны стремятся, молодое поколение финнов стремится в столичные регионы, растущие регионы. При этом, конечно, разумеется, появляется достаточно большое предложение вот в маленьких городах и сельской местности. С одной стороны, это, конечно, возможность для покупки либо дачи, да, уже по сниженной цене, причем эта цена, она может отличаться на 10, 15, иногда даже на 20% по сравнению с пиковыми значениями, к примеру, до кризиса 2008 года. Это, разумеется, возможность. Если человек ищет подобный объект недвижимости. И все верно, вы сказали, то есть такие статьи появлялись и в финской прессе, что домики озера, они понизились в цене, спрос на них упал. Есть, вот, как я сказал уже, в основе этого, конечно, миграционные потоки. Кроме этого, есть еще смещение предпочтений и среди граждан Финляндии, поскольку они, если раньше они привыкли отдыхать на дачах, то теперь все-таки многие достаточно активно путешествуют, в том числе путешествует не только молодое поколение, а еще и пожилое поколение, которое сами эти дома строило, сами эти дома покупало. И третьей причиной, почему осуществляется продажа этих объектов, достаточно большое предложение сейчас, потому что вот это пожилое поколение, которое многие годы, десятилетиями владело этими домами, оно уже не имеет возможности их поддерживать, а молодое поколение не поддерживает их включения. Ну, понятно. Скажу, Игорь, а видите ли вы тогда хоть какой-то инвестиционный смысл покупать сейчас недвижимость в небольших городах, я не имею в виду на берегу озера, коттедж на берегу озера – это вопрос цены, в первую очередь. Ну, а вот какая-нибудь квартира там в Лапинранте, в Иматре, в той же Котке, именно в городской черте, есть ли хоть какой-то инвестиционный смысл у подобного рода покупки? Скажу прямо. В срочной перспективе это, разумеется, может нести за собой достаточно хорошую доходность. Эти объекты… Краткосрочные. Краткосрочные. Я имею в виду краткосрочные и среднесрочные. То есть в промежуток 5 лет это вполне возможно, что инвестиция оправдается. Но лично я, это мое субъективное мнение, которое я беспристрастно доношу до наших клиентов, в том, что за подобной стратегией кроются риски. С одной стороны, это, конечно, это доступные по стоимости объекты с высокой доходностью, но тенденции, мы о них говорили, тенденции миграционных потоков, тенденции взросления населения, тенденции смещения точек экономического роста из провинции в более крупные города таковы, что есть риски того, что все-таки эта недвижимость, либо цена на нее будет стабильна, либо цена на нее может даже упасть. При этом, когда мы все это взвешиваем на весах, вот так вот, да, то есть, соответственно, столичный регион, где можно уверенно говорить о стабильном росте, ежегодном росте стоимости на недвижимости и, соответственно, вот этих приграничных регионах, то я бы здесь ставил во главу угла о принятии решения о покупке, то все-таки какая цель. Если она чисто инвестиционная, то я бы подумал, да, то есть, может быть, стоит ли это делать. Если это все-таки цель еще двойная, то есть, это, соответственно, использование для личных целей, может быть, в планах переезд, и хочется именно, чтобы место, куда ты переедешь в Финляндии, оно было близко с границей, что можно было жить на два дома. У нас есть клиенты, которые на самом деле живут в Иматре, в Лапенранте, вот, при этом у них есть бизнес в Хельсинки, в столичном регионе, в Санкт-Петербурге, в Прибалтике и так далее. То есть, есть разные. Вот, то есть, они живут на несколько стран. Поэтому, если это уже выбор индивидуальный каждого человека. Ну, и тогда, наверное, два заключительных вопроса. Первый все-таки такой подытоживающий. Можно ли ждать, чего ждать покупателям от продавцов в самых топовых местах Финляндии, то есть, в центре Хельсинки и в престижных новостройках, которые сейчас возводятся по всей столице страны? Я бы сделал прогноз таким образом, как буквально недавно опубликовала прогноз Министерства финансов в Финляндии, прогноз экономического роста. То есть, два сценария. Один сценарий мягкий, то есть, что меры изоляции, они продлятся три месяца, и второе – это шесть месяцев. То есть, соответственно, исхожу все-таки из того, по текущей ситуации, как наиболее вероятный основной прогноз, что все-таки эти меры не продлятся три месяца. Если это будет так, то значительного влияния на рынок не произойдет. То есть, единственное, что произойдет, это увеличение сроков продаж. Второе, что можно ожидать, это очень незначительное снижение стоимости наиболее дорогих объектов, то есть, объектов от 500 тысяч и выше, то есть, в районе миллиона, и снижение на 3-5%. В случае же, если кризис продлится дольше, это, конечно, влияние будет иметь уже гораздо более значительное, как в прогнозе развития экономики Финляндии. Если по первому сценарию это падение ВВП 5,5%, то по второму – это уже 12%. Это сценарий уже, можно сказать, катастрофический. И тогда, конечно, уже стоит ожидать падения стоимости жилья, но в самом плохом сценарии, в самом-самом плохом сценарии – 5-8%. Это то, что происходило, примерно то, что происходило в период мирового финансово-экономического кризиса. Но, правда, оговорюсь, что тогда это продлилось не более года, и цены вернулись на прежние значения, а дальше они продолжили расти, и расти еще более быстрыми темпами, порядка 3-5% ежегодно. Хорошо. Ну и тогда давайте заключительный, наверное, уже вопрос. Такого уже, может быть, не имеющего отношения непосредственно к недвижимости, но наверняка волнующий многих из наших слушателей. Вот что с вашей стороны границы говорят о возможных снятиях ограничений на пересечении границы и так далее, поскольку для петербуржцев это вообще-то болезненный вопрос – за сыром не съездить. Но, кроме этого, и всякие инвестиционные решения для тех, кто хочет посмотреть объект вживую перед тем, как покупать, они сейчас затруднены, точнее, невозможны, из-за вот этих барьеров. С точки зрения Финляндии, что говорят, какие есть прогнозы и предложения? Могу сказать так, что финны очень прагматичные и не столь славоохотливые, как по многих других странах. Поэтому подобные прогнозы по поводу открытия границы таких прогнозов официальных нет. Все остальное я, ну, скажем так, серьезно не расцениваю. То есть, согласно текущей ситуации, можно сказать, что есть такие ожидания, что это может все-таки завершиться в конце мая, то есть в начале июня, что такие ограничения будут сняты. Но сказать уверенно, конечно, сейчас, наверное, не возьмется никто. Тем не менее, скажу, что вот даже в текущей ситуации я бы на месте инвесторов, на месте потенциальных покупателей ни в коем случае не останавливался, потому что сейчас, на самом деле, хорошая возможность знакомиться с рынком, знакомиться с возможностями. Кто-то, если кто-то решит, конечно, это возможность сделать и дистанционную сделку, но самое главное – это подготовиться, чтобы в нужный момент, когда сейчас есть предложение, потому что финанский рынок, он очень такой вот, это странное, наверное, будет у многих заблуждение, что он не представляет в мировом масштабе интереса. На самом деле, он очень интересен для многих мировых инвесторов, и здесь спрос очень высок, то есть здесь борьба идет за хорошие объекты. Поэтому вот сейчас, в текущей ситуации, инвесторам можно посоветовать, что в текущей ситуации как раз можно объекты, хорошие объекты себе выбрать. И тогда, когда уже все препятствия на пути покупки будут сняты, быстро принять решение об их покупке, то есть быть готовыми, и покупать их. Потому что и в текущей ситуации рынок финский показывает, что он очень надежный, очень стабильный, он доходный, вот по нашей практике, да, он очень доходный. На вложенные инвестиции, да, новостройки. Вот как раз хотел спросить, извините, уже получилось, что перебил вас. Извиняюсь. Если мы говорим о доходности, цифру назовите какую? Да. Что мы назовем? У нас две стратегии инвестирования, то есть вторичное жилье, новостройки, если так вот говорить о столичном регионе, в рынок вторичного жилья доходность, доходность до налогов составляет порядка 7%, после налогов, после оплат всех различных комиссионных и так далее, составляет порядка 4-4,5%. Чистая доходность. Соответственно, доходность в новостройке, она составляет от 12 до 14% на вложенные инвестиции. На вложенные. Я повторюсь, поскольку мы пользуемся кредитными ресурсами, пользуемся кредитным плечом, здесь на самом деле очень хорошие инструменты есть, и, соответственно, это значит, что доходность после налогов и оплаты всех-всех-всех различных комиссионных, чисто доходность составит порядка 8-9%. Вот таким образом. Это помимо прироста стоимости. Окей. Ну и тогда заключительный вопрос, на который я попрошу вас ответить. Еще раз представлю своего собеседника. Игорь Титов, операционный директор компании Fintagra Property LKV. Контакты компании Игорь, я думаю, сейчас мы разместим в чате нашем. А вопрос, собственно, который вот задавала Ирина, если мы говорим о возможности онлайн-сделки, чисто технически, как это сейчас можно сделать, какие первые шаги должны быть? Могу сказать, что за последние даже две недели у нас таких сделок было три. Вот дистанционные сделки. То есть, соответственно, как они реализуются? Ну, в первую очередь, конечно, договор с нами подписывается удаленно, да? Соответственно, направляются клиенту предложения по объектам. Тот объект, который клиент выбирает, он сам выбирает. Соответственно, осуществляется выезд на этот объект, происходит видеосвязь с объекта, фото, видеосъемка производится, тоже все протоколируется. Но даже видеосвязь, чтобы можно было обратить внимание на детали, и, может быть, сразу же даже какие-то вопросы задать, да? Вот. Далее, соответственно, делается предложение. Здесь очень четко регламентирован порядок деятельности, регулируется это все законом. Здесь делается предложение о покупке. Предложение о покупке является обязывающим при этом. Мы здесь в данной работе как раз вот помогаем клиенту купить всегда, и это уже проверенная, да, информация достоверная, статистически, что покупаем не менее чем 10% ниже, чем в рыночной стоимости. То есть мы предлагаем именно такие объекты. Далее, соответственно, уже осуществляется сама сделка, то есть необходимо нам для осуществления этой сделки от лица клиента необходимо доверенность оригинальная, которая представляется экспресс-почтой. Доверенность на что? Доверенность на совершение сделки, которую он может оформить в консульстве, или это на нотариальное она должна быть? Нет, доверенность из России, причем доверенность, да, лучше, чтобы она была нотариальная, хотя в Финляндии принимаются и простая доверенность в простой форме подписи, но с учетом текущей ситуации, конечно, лучше, чтобы она была нотариально заверена. Доверенность на представление интересов клиента для осуществления покупки данной квартиры, получения ценных бумаг, получения ключей. Соответственно, оплата данной квартиры осуществляется, то есть оплата стоимости осуществляется через счет аккредитив в банке. Соответственно, банк выступает в данном случае гарантом того, что деньги клиента, деньги покупателя попадут именно продавцу, и что сделка будет завершена. И, соответственно, после успешного завершения сделки уже либо эти акции хранятся у нас, ценные бумаги, хранятся у нас в сейфе до того момента, когда клиент сможет приехать к нам в офис и получить эти ценные бумаги, либо, соответственно, опять так же экспресс-почта, и мы направляем клиенту их в Россию. Окей. Ну и последний тогда вопрос, потому что мы уже немножко задержались, и нас ждет уже следующий эксперт. Игорь, работают ли в настоящее время стройки в Финляндии? Все идет по графику, все объекты, соответственно, задаются по графику, никаких изменений не происходило, и никаких ограничений на строительных объектах в части выполнения строительных работ, как это происходило в других странах, не было. Поэтому все наши объекты, все новостройки, в которых у нас планируется ввод в эксплуатацию, они, соответственно, сдаются ровно в срок. Это вот все как обычно в Финляндии, все четко и правильно. В Финляндии все четко. Итак, дорогие друзья, Игорь Читов, операционный директор компании Fendagra Property ЛКВ из Финляндии. Игорь, спасибо огромное. Спасибо, Филипп. Спасибо. Спасибо всем слушателям. Удачи.